Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФА сериала за Францию в Сидмерс Цивилизейшн 5. Если вы смотрите этот сериал не с самого начала, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть всё-таки с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, ну всё, Краков берётся же в рогу. Всё, Польши нету. Бедная Польша, музык напили всё же. Ой. Какие у меня договоры с японцем? Блин, неохота мне на него нападать. Только серебро. Я минус 8 счастья получу. Так, здесь давайте... У меня случайно никаких инженеров тут не появляется нигде. Могу за веру купить инженера и построить... Кремль. Ему нет. Кстати. Давайте так и сделаем. Ну, оп, погоди, как дыробы стоят. Как дыробы японис ты решила мне войну объявить ну все равно что с васаку собирать будешь то я как раз подумал что мне не надо тебе войну убивать что у меня с тобой торговля идет на счастье буквально сейчас сидел размышлял что я прервал твои размышления и она если не ты то приносить за тихо ты быстрее я понял понял давайте здание на счастье строить и 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 или это или ты то где нет то вам кажется и ну и как в и и и и и и Продолжение следует... Ноль счастья, но это тут построился... Вообще тут расти надо, чтобы пага доработала и... И что там еще работало? А, так, я тут хочу Кремль достроить быстренько инженером... Вообще спешить можно было и не спешить, потому что никто больше в порядок не вышел, кроме меня... Не хочу пока золотой вид запускать, хотя... Тут, конечно, американец хорош в плане улета... Нам надо как-то с полинезийцем кооперироваться... Посмотрите, какая у него армия... У меня не самолеты, мне надо эти защиты от самолетов строить... Скорее... У полинезийца есть возможность его... Морские... Ну вот эти города... Хотя бы с линкоров... Как-то поатаковать... Но полинезийцы очень сильно отстают, похоже, по науке... У него гор вообще нету... У него городов рядом с горами вообще нет... У американца... Ну, у американца только один... Тем не менее, он очень хорошо по науке идет... Видите, у него в столице 276 науки... У меня в столице... 267... И это при том, что у меня обсерватория... А у него обсерватории и нет... И еще лаборатория не достроена, да... Один ход... Представляете, да... Как у него все... Хорошо с наукой... Ну, по производству я не особо далеко... Ну... Это так... Вот золото у него дофига еще... Конечно... Ну, тут еще дорога разрушена... Колинезийцы... Ты да, мусаку, что ли, захватываешь? Да, захватывает... А? Да... Ну, японец, спасибо за игру... Тоже всем спасибо... Удачи! Я, пожалуй, возьму здесь... Рабочие факультеты... А из этого... Гуманизм... Ну, вот, нас осталось трое... У кого какие соображения... Нет, наверное, амбар... Я вообще без понятия, что делать... Так, вот есть плюс двадцать пять... К производству... Вот... Да... Там... Рэл... Засоединение железной дороги есть... означает... К ранее... Ну... Что там... Ну... А... Гру ¡я! сколько у меня арты я думаю что ее много часть можно расформировать как здесь не прокачанная вот например вот например вот просто уже поздно для арты тут самолеты будут по городам распределяю чтобы меньше за содержание платить ну давайте смотреть у полинезийца раз два три 4 5 6 7 8 городов у меня раз два 4 5 6 7 и 1 2 3 4 5 6 городов у американцы это производство конечно у него эти города круче чем у нас с полинезийцем и и и и и и и Я не могу Отлично Счастье появилось Еще и то, что город просил У меня везде Славься король Славься король Славься король Славься король Славься король Славься король так а нафигами тут что-то тут никто не вот игра нафига предлагает что-то струйтесь и ни один из городов не дотягивается до этого шато давайте в леоне глянем что два яблока это так 42 так растет как еще сопротивляется ну что и 707 науки у нас осталось втрое выходит в бомберы свои американец и начинает нападать так будет думаете спасибо Продолжение следует... 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 Я против порядка уже проголосовал, а ты раскидывай уже как хочешь. Так, наверное, надо вот тут дорогой заняться. Блин, я против самолетов нифига не строю. Американец решит нападать, то это будет очень быстро, я думаю. 125, 271, то есть это вместе 300, ага, то есть у полинезийцев где-то 200 тысяч армия. Судя по всему, ну, смотрите, я вот по всему третий, кроме науки и поддержки. Мне тут так тоже. Производство вообще у американца намного круче. Блин, может мне уже золотой век запускать? Смысл копить-то дальше. Посмотрим, что там примут. Предложит, точнее. Так, труба соединена дорогой. Да. Так, пушки-пушки, тут всё расположено красиво. Фотография. А, ну да, конечно, я не могу, блин, надо было спешить и порядок предлагать. Это я уже забыл, конечно, как работает всё. Да нет, сейчас... Я тоже посчитаю, сколько процентов у американца, 70%. Ну, блин, мне в стелсы выходить вообще бессмысленно, у меня нету алюминия просто вообще. То есть вот тупо нету алюминия. Я не знаю, что мне делать в стелсах без алюминия. В ядерку идти, так меня быстрее захватят на этих стелсах. Слушай, полинезейцы, ну ты же понимаешь, что американец раньше выйдет в стелсы. Раньше всех, и просто у нас на стелсах захватят. Ну, давай. Что-нибудь сделаем нехорошим. Ну, давай. Я всегда готов. Скажи, когда? Он сам и не торгует, можно волью прямо сейчас не начинать. Ну, я прямо сейчас не смогу, если ты хочешь один на один с ним пока воевать. У меня воевать некем, правда с ним. Я могу только оттягивать. Я больше боюсь еще B-52 у него тут появится. Ну, с B-52 хотя бы перехватывать их можно. С стелсами мы не сделаем уже вообще ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА леша в 52 вообще-то 50 процентов перехват ну и что аус а устал сов 0 процент и 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 буду сидеть со своими бомбардировщиками уж меня нету алюминия ладно занимаешь почти половину карты давай начинаем воевать мне тут надо установить как американец мои полкарты я не могу восстановить все что мне тут натворилось японику последний по науке последний а вот по производству не последний а у меня золотой век пошел потому что был последний что-то ты все эти грешки союзе то есть полинезийцы в дипломатическую победу идет так получается мне кажется что грешку самое главное в игре надо их союзе и как-то играл вообще не союзе у меня счастье вообще не культуры мало на блин вообще конечно я производство всю игру хреново вот честно единственная радость что я по науке как-то еще держусь и все американец в атомной эре ну вот американец свои b52 и вышел я думаю никого не поеду будет просто до стелсов когда у тебя один алюминий на карте и Продолжение следует... У него нет денег на апгрейд У кого нет денег? У американцев Лучше посмотри Нам показывает 255 золота, 17 вход Что не так? Ну а до этого было сколько? Ну на города посмотрите, что я все уже апнул Не, мы имеем ввиду на апгрейд стелсы, наверное То, что ты в Б-52 апнишь это А, нет, я в Иерусалиме вижу 6 бомбардиров, нет, 5 А в Варшаве показывают, что он не апнул А, ну видимо, это там, да, следующим ходом атмос У меня истребители надо тоже построить Просто как-то зачищать его воздух и тоже надо нападать будет Но если, на самом деле, если быстро упадет полинезиец То тут все будет понятно Что? 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 Варшавер Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На 50% снижает уронов перехвата... Продолжение следует... 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 так мы ищем захватывать вот из поленки на сессию сейчас сейчас слоте планирует захватить я так понимаю краков захвачен и а и 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 ну заходи да ладно будешь обстреливать но он мою арту не видит по идее тут но я в зенитные пушки вышел как бы не пик строить зенитные пушки это что за там где ему уникальный юнит ну давай захватываю лочь спешишь успеешь нет я должен ответить на твой захват города то есть если планируешь на последних секундах это делать то у меня на последних секундах но за минуту хочет поможет вообще не буду пока что захватывать ну вот это непонятно как он ее видит какой мой танк видел а эти понял истребители обзор от истребителей где мне тогда зря я пошел на два фронта очень зря тем более столько бегаешь к вашу те все они обновили войну ну да ну я честно говоря не знаю а смысл было бы тебе полинезиец сидеть не объявлять ему войну когда он меня заработал то есть ты бы сидел жал пока он меня всего захватил а потом пошел на тебя так что ли ну я тебя спрашиваю вот он объявил мне войну на одного он пошел бы на меня на ты что ему не объявил бы войну сидел бы жал пока он меня захватит всего я боялся что я не успею не успеешь что помочь ну и ненавижу конечно эти перехваты не ну против b52 американских это конечно такое себе развлечение а ладно поленки падает так перехват давайте прокачивать скауты как оплавали все но он тут не будет то есть только этот три план ли в ли он может что-то поперехватывать пока все и поленки плава как в поле поле в поле поле в в в в в возможно конечно стоило зенитки строить но проблемы с зенитками опять же не есть армия просто подбегает к зенитки видит ее даже их пускай там я три их поставлю треугольничком он двумя истребителями их подключает потом просто убивает все тут истребители стоят видите на какие на какие какое расстояние действует истребитель да ладно так 5 про канал за два выстрела 8 раз два три 4 5 6 всегда защищает бригад подгоним нет у меня уже смысл этих всех рабочих держать открою радар и все на производство переключу здесь еще и 4 золота вход каждый этот рабочий требовал может в париж все-таки перебросить уже явно сейчас труа будет обстреливать я думаю или или сам париж 3 4 5 6 7 вообще до парижа достает да вот опять уже самолеты не видны тут ее были бы файтера сон бэшки перебросил я вышел в радар и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как видите Субтитры сделал DimaTorzok Думаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok тут нет истребителей так но этих я думаю что я убью танкетку эту так надо будет на перехват поставить я думаю истребители не следующим ходом не должен париж захватить должен умереть а но он же не может ничем сейчас захватить или а эти анти айркрафт гана не захватывают города они на два хода не можем сейчас никаким из этих захватить я думаю захватил отбить нельзя он еще не захватил париж уже захватил ты париж уже захватил а сейчас походу рассинхрон будет потому что я из парижа обстреливаю самолетами вот прямо сейчас этим занимаюсь у меня тоже париж захвачен блин здорово но офигительный глюк сейчас реально беру самолетами обстреливаю это ну тогда наверное нет уже отбить нельзя я не знаю как сейчас будет рассинхрон что покажет может все таки пара же он не захватил его но у меня там было несколько самолетов там генерал сидел это же сейчас производство в париже ставлю ну я не знаю полинезей у тебя есть там какие-то шансы вообще то есть ну он впереди даже по науке на пять процентов впереди тебя как как ты можешь тут что-то сделать если бы у него города захватывали то я другой вопрос а так то он нас захватывает американец сказал что с его стороны выглядело так что он два раза полечил танкетку ею потом обстрелял самолетами и ею захватил париж у меня как вы видели совершенно другое было я убил танкетку пушкой сейчас посмотрим как она будет на самом деле ну вуаля париж жив париж унижен но он паз ты убил я даже не прогрузился так там она была полностью как бы там не было хп вообще не знаю конечно что тебе изображала вуаля вуаля вот и и и сейчас наука вообще эти возьмем железный занавес и и и и и и и и и Что танки там едут? Вот он упорный Да, ну, Труа, судя по всему, падёт Я уже ничего не смогу делать Ой, Иерусалим уже падает Он просто в конце хода стреляет, потом всё отбивает Я подхожу каждый раз Только мне что-то нету надписи Это не уводится Юлия, встретил ваше сопротивление или нет? В смысле, когда ты зачищаешь или когда ты атакуешь? Зачищаю Когда зачищаешь и надписи нету, то встретил сопротивление Это надпись, это когда ты, например, бомбардировщиком атакуешь И там истребитель его перехватывает Тогда она есть Мне надо пушкой убивать А, я не смогу убить его пушками Надо спасти хоть какое-то количество О, я так убил Хм, забавно Я эту убил Ну, всё равно Я думаю Последние Моменты жизни Труа Париж, наверное, следующим ходом упадёт Всё Всё Один Quarter Один Париж teleport Тру Тру Продолжение следует... 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 И получилось, что я, майя и поляк, вот мы втроём на таком плато, которое не такое уж и большое на самом деле. Поэтому у Полинезии американца было такое хорошее развитие, они спокойно расселились, у них хорошие места, есть реки, есть куда развиваться. По моему мнению, у американца лучшее место, откровенно, чем у Полинезии, потому что у Полинезии не так много холмов. Он это компенсировал, конечно, морскими караванами, и ему прилично повезло с морскими ресурсами, то есть он взял пантеон на рыбацкие лодки, и тут смог развиться. У американца же есть и много леса, и холмов, и, видите, пастбищ, который он смог использовать, построив конюшни, ещё и соль ему тут даже пришла. Пантеон он взял на веру на втором ходу, то есть, в принципе, неплохо, и единственным, возможно, немножко плоховатый у него город, это я бы сказал Бостон, потому что тут сверху у него очень много пустыни, которая просто не работает. Во всём остальном у американца, я считаю, что намного лучше, чем у полинезийца, и у японца неплохой старт, если бы он ещё вот тут смог занять, подселил бы меня. А тут получилось, вот тут у нас тройничок, Майя абсолютно правильно сделал, что вначале нападал на поляка, это у него был действительно единственный шанс что-то в этой игре сделать. Слишком хорошее начало у поляка и слишком плохое у Майя. Возможно, вот тут я не... Ну, понимаете, я не видел полностью всей территории, но я вот сейчас, видя уже всю территорию, понимаю, что мне надо было на самом деле Майя помочь и снизу нападать на поляка. Леон и Краков, которые уже к этому моменту стёрли, особенно Краков, если бы я захватил Краков, это был бы хороший город. То есть, можно было бы захватывать Лодзи, я не помню, к тому моменту Троа поставил я или нет, я не поставил точно. То есть, я думаю, что надо было мне так делать, захватывать Краков, так, дайте я откачу таймер немного, захватывать Краков, Лодзь сжигать и на его месте свой город ставить. И вот эта территория, а Майя, соответственно, отдавать Варшаву. Да, Варшава классный город, но Майя слишком сильно вложился бы в эту войну, намного больше меня, тем более у него старт хуже. И мы бы как друзья тут продолжали дальше развиваться, а потом бы я мог уже и Майя забрать, вот как я потом нападал на поляка. Американец действовал офигенно, логично. Он тут ослабил поляка, потом он сходил, тут Полинеза ослабил, и в итоге он вырвался вперед по всему развитию. И когда мы втроем остались, ему уже, даже мы вдвоем с полинезийцем ничего сделать не могли. Моя ошибка, кроме того, что я вот тут не помог Майя в нападении на поляка, пожалуй, еще в том, что я не строил зенитки. То есть, когда американец выходил в свои Б-12, мне надо было клепать эти зенитки, и я бы вполне нормально отбивался. Вполне было бы неплохо тут стоять, потому что с зенитками довольно тяжело самолетами разбираться, тем более, что у него истребителей-то не так и много. Давайте глянем, вот сейчас у него уже к этому моменту, у него всего лишь 6 истребителей. Он не смог бы и на фланге с полинезийцем, и на фланге со мной их все нормально использовать. Вот это большая ошибка у меня, конечно, с зенитками. Ну и отставал от меня, к сожалению, с производством было всю игру не очень. Плоховато Орлеан встал, вот еще, наверное, одна из ошибок. Орлеана все-таки плохо поставил, он практически всю игру плохо рос. Ну, Леон 7, меньше Орлеана, потому что их захватывали, но Орлеан мне не очень понравился. Труа надо было, наверное, раньше ставить. Ну, в общем, единственное, что я мог тут делать, это по науке идти нормально, потому что города все у гор, у Парижа еще куча джунглей. То есть, наука у меня была, и, в принципе, я долгое время лидировал, но потом производство американца сказалось. То есть, у него очень много армии, по-хорошему он очень много. Я даже загружал чуть раньше сейвы, просто чтобы вы понимали, что это он не столько не самолетов, самолетов, но не Б-12 настроил, а еще бомбардировщиков Первой мировой войны. И уже их апгрейдил в Б-17, не Б-12, Б-17 их уже апгрейдил, то есть, он заранее подготовился, у него очень много армии, и всегда было по демографии у него куча этой армии было. Ну, сейчас вот у него меньше производства, только потому что у него офигительный сейчас минус, по счастью. Он просто переварит мои города, он, правда, зря вот их тут все захватывал. Конечно, например, Лодь так точно можно было сжигать совершенно спокойно, да и Труа, я думаю, можно было сжигать. И он сейчас перебросит тут всю эту армию на фронт с Полинезией. Не будет еще переваривать, но отсюда начнет на Осоку нападать, потому что два фронта всегда лучше. И тут уже дни Полинезийца сочтены, тем более, что Американцу тут осталось две техи до стелсов, а Полинезийц еще 79 и 74, то есть, он на три технологии как минимум отстает от Американца. Ну и тем более, у него нет алюминия. В общем, вот такая игра. Приятно было вернуться в пятую Циву. Ваши впечатления пишите, как всегда, в комментариях, особенно, что можно было сделать лучшее из того, что я не сказал. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.